А сейчас время криминальных новостей. Что натворил житель одного из многоквартирных домов, а также о том, как обнаружили беглеца, расскажем в рубрике «Ориентировка». Драка в подъезде произошла накануне в доме 312-1 на улице Пролетарская. Подробности рассказала старшая по дому Лариса Алексеевна. Пенсионерка говорит, что произошло все в полночь. Ну, не дровейся, так-то не дровейся, а вот он с ножом был. Был с ножом он. А из-за чего не знаете? Он больной. Он хворной. Психически? Я не знаю, психически какой, но больной. В итоге приехал наряд полиции. Дебошира забрали в отделение. Жительница многоэтажного дома говорит, что ничего подобного за соседом раньше окружающие не замечали. Он прожил здесь 25 лет. Тем не менее, мужчина спылил. Люди не исключают, что все это произошло из-за выпитого спиртного. Кроме того, соседи говорят, что помимо ножа у мужчины обнаружили еще и огнестрельное незарегистрированное оружие. Официальной информации о ЧП пока нет. Утонул прямо в автомобиле. Накануне днем в одном километре от Серла-Бурлык Сокмарского района в реке Урал обнаружен труп 57-летнего мужчины. Тело находилось в автомобиле «Москвич-412». Родственники погибшего рассказали, что 14 сентября он уехал на рыбалку, но домой не вернулся. Раньше он постоянно ловил рыбу именно в этом месте. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением и съехал с обрыва в реку. На теле следов насильственной смерти не обнаружено. Возможно, мужчина просто не смог выбраться из машины. Для установления истинной причины смерти тело, пострадавшего направлено в морг, для исследования и установления причины смерти. По данному факту также проводится доследственная проверка и выясняется обстоятельство происшествия. Обнаружен преступник. Сотрудники УФМС России по Оренбургской области нашли и передали полицейским мужчину, находящегося в федеральном розыске. Обратился некий гражданин К. по вопросу обмена паспорта в результате его утраты. В ходе оперативной проверки сотрудниками отдела управления Федеральной миграционной службы в Оренбургской области по Дзержинскому району города Оренбурга было установлено, что данный гражданин находится в федеральном розыске с октября 2012 года. По обвинению в совершении кражи в особо крупном размере. Помощник руководителя УФМС России по Оренбургской области отмечает, что этот случай не единичный. Все подозрительные личности проверяются службой безопасности.